Но продолжает лить. Красиво, конечно, но мокро. Горы потрясающие, тынка. Не знаю, но небо надежды не выселяет, что прояснится. Вот здесь такая верандочка уютная, но все замоклось в дожде, не присядешь даже уже. Качелька улетела с ветром и замочилась. Надежды на то, что белье высохнет, тоже нет, а у нас столько стирки. Льет, но папа пошел в магазин, потому что есть что-то надо. Сейчас, кстати, потише стало лить. Вообще, ливень такой с ветром. Пойдем внутрь посмотрим. Тут работает кондиционер и на тепло, и на холод. Такой стол небольшой. Можно покушать диванчик. В целом уютненько. Комната небольшая, но все, что нужно есть. Шкаф есть для вещей, полочки. Мы еще не успаковались до конца. Куча стирки. Постель большая, удобный матрас. Так хозяева видят прекрасное, с виноградными лозами вдоль стен. Так, вот кондиционер. Сейчас тепло выдает и хорошо, потому что очень сыро, потому что все сохло. Кофе с молочком. Йогурты у них тут молочка такая, своя неплохая. С папой попробовали. Тут, собственно, туалетик. Тоже все, что нужно есть. Все работает, функционирует. Нагреватель. Душ удобный. Достаточно все уютно. Все необходимое имеется. Раковина, полочки. Все как на юге. С запахом моря. Немного плесени и сырости. Видимо, это тут нормально. Я еще с детства помню. На море, если приедешь, там во всех пансионатах, санаториях, такой запах стоит. Жалко, конечно, что поливает к морю. Так что мешание. Не знаю. Хотелось бы, чтобы ты приехал. Захочешь ли ты ехать в такое. Может быть, проясница, конечно. Территорию поснимать хочется. Вокруг все. Так уютно, хорошо. Так уютно, хорошо. Так уютно, вот. Вокруг. Вокруг. Продолжение следует...